Преступления нацистов известны всему миру. Им посвящены фильмы, книги, статьи, документалки и так далее. Но даже здесь отдельно стоят, так сказать, достижения СС, которые были по сути личной гвардией Гитлера и Гиммлера, и на которых лежат множество зверств Второй мировой войны, особенно связанных с концлагерями. Но сегодня я хотел бы рассказать не о самих офицерах СС, а о тех, кто должен был составить им вторую половинку до конца жизни, об их женах. Ведь это были не обычные женщины, а люди с промытыми мозгами, которые в определенном смысле были ничуть не лучше своих мужей, ответственных за множество военных преступлений. Хочешь узнать, как они жили? Женами каких известных мужей они были и вообще? Как в нацистской Германии воспитывали верных жен режима? А об этом все в нашем сегодняшнем ролике. Начинаем! Школа невест Третьего Рейха Если что, это не какое-то название, которое я только что придумал сам из своей головы. Такие учреждения реально существовали в Третьем Рейхе. Их задача – воспитывать из немецких женщин настоящих хранительниц нацистской идеологии, семейного чага и также верных спутниц своих мужей. Зачастую офицеров СС, чиновников партийной номенклатуры, а также высших чинов СС. Так что все там было очень и очень серьезно. Нужно понимать, что в нацистской идеологии женщины занимали четкую нишу, которую явно не одобрили бы феминистки как того времени, так и нынешнего. С чего бы начать? Пожалуй, с этого. Женщина в нацистской Германии считалась непригодной для таких сфер, как медицина, юриспруденция или гражданская служба. Туда их просто-напросто не брали, какие бы отличные результаты в учебе они не показывали и так далее и там подобное. Место женщины определялось максимально просто – забота за детьми, домашнее хозяйство и готовка на кухне, а также посещение церкви и вера в Бога. А за большое количество рожденных детей нацистских женщин даже награждали специальными медалями в зависимости от количества этих самых детей. Во многом такой подход к женскому полу был из-за того, что демографический кризис в послевоенной Германии был вызван различными социальными изменениями в германском обществе, типа большой свободы нравов, возрастание социальной роли женщины в традиционно мужских сферах деятельности и так далее. В общем, нацисткам не нравилось как такие социальные трансформации, так и то, что падение рождаемости, по их мнению, приводило к вырождению германской расы. Поэтому большое количество детей и возвращение к традиционным гендерным ролям, по их мнению, должно было спасти немецкую расу от упадка. Можно сказать, что нацисты в неком роде позволяли отдавать долги по кредиту с помощью рождения ребенка. Родился ребенок и часть кредита просто-напросто списывалась. Ну, если кредит, конечно же, брался на свадьбу, обустройство семейного гнездышка молодоженов и так далее. На бизнес такие кредиты, естественно, никто не давал. Что касается конкретно женщин, которые были женами офицера СС или состояли в так называемой свите СС, типа не офицеры, но все равно в личной гвардии Гитлера, то в 1936 году был издан специальный указ, который предписывал всем этим женщинам проходить обучение в подобных школах невест. А в следующем, в 1937 году, в Германии открылась первая официальная школа невест Третьего Рейха. Да уж, звучит это название как-то что ли дико. Будто за Третий Рейх нужно выходить замуж. Изначально суть таких школ было обучение именно что будущих жен офицеров СС, причем высших офицеров элиты СС, а также жен номенклатурной элиты нацистов. Потом они были открыты для всех остальных женщин, которые подходили под определенные критерии. Какие именно, расскажу чуть позже. Постепенно таких школ в Германии становилось все больше и больше, и к 1944 году в Германии их уже было 32. Да уж, страна на грани поражения, нацисты о воспитании жен думают. Правда, к тому моменту все воспитательницы подобных школ уже давно работали на традиционно мужских работах, так как сами мужчины уже давно ушли на фронт. Так что образцовых женщин, которые думают только о боге, детях и домашнем хозяйстве, из них все равно не вышло. Понятное дело, что с падением режима нацистов в 1945 году исчезло и то явление, которое было придумано нацистами для нацистов. Школа невест Третьего Рейха прекратила свое существование. Впрочем, традиции таких школ переняли некоторые институты для девочек, в которых этих самых девочек обучали в основном ведению домашнего хозяйства и так далее. Но это, как говорится, уже совершенно другая история. Какие требования предъявляли будущим женам офицеров СС? Как я уже говорил, к будущим женам офицеров СС и элите номенклатуры нацистов предъявляли жесткие требования. Теперь, соответственно, пришло время остановиться на этом вопросе основательно. Начну с первого пункта, он же самый очевидный. Любая женщина, которая хочет поступить в школу невест Третьего Рейха, должна быть барабанной дробь истинной арийкой. В ней не должно быть ни капли цыганской или еврейской крови, а их внешность должна была соответствовать определенному арийскому стандарту. Девушка, которая хотела стать женой офицера СС, должна была в обязательном порядке иметь светлую кожу, желательно русые волосы, голубые или зеленые глаза. И так уже это звучит как требование для кастника на какую-нибудь супермодель, не так ли? Но кроме этого, от таких вот девушек требовали быть высокого роста, плюс-минус 180 сантиметров. После того, как девушка проходила визуальный отбор, в следующем шли параметры физического и ментального здоровья. Если за физическое все понятно, у девушки должно было быть, если не идеальное здоровье, то близко к этому, то с ментальным все обстояло немного сложнее. Да уж, если девушка была ментально абсолютно здорова, то ее могли забраковать чисто из-за того, что один из ее родителей имел какие-то психические заболевания. И часто было неважно, даже если эти заболевания могли быть небольшими или не связаны с наследственностью. Будущие дети элиты Германии должны были быть идеальными во всех отношениях. Особенность обучения в школе невест Помимо того, что к самим кандидаткам, к их внешности и происхождению были предъявлены определенные требования, в самой школе невест им прививали определенные идеологические установки, а также запрещали или культивировали определенную деятельность. Девушек в школах невест обучали риторики и светским манерам. Они должны были уметь показать себя не только дома, но и в свете. Помимо этого, на них был наложен ряд жестких ограничений. Например, для начала им запретили получать научную степень по некоторым предметам, о чем я уже упоминал раньше. А также зачастую мешали реализовать себя в других сферах. Это и помимо медицины, юриспруденции и гражданской службы. Да и вообще, любой женщине, которая решила уйти с работы и посвятить себя мужу, выплачивалась нехилая такая сумма денег, около 2000 евро на наше время, чтобы, так сказать, поощрить ее рвение. Помимо этого, в самих школах невест Третьего Рейха убрали все точные науки, типа математики, экономики и так далее. Оставили только историю и политологию. А в остальное время девушки, будущие невесты Третьего Рейха, занимались физическими упражнениями и учились быть домохозяйками. Кроме традиционных, так сказать, занятий домохозяйки, немецких девушек учили народным песням, легендам и сказаниям, чтобы они лучше знали историю немецкого народа и были лучше пропитаны национальной верностью. Кроме этого, жен офицеров учили быть верным не Богу, несмотря на их обязательное посещение церкви, а лично Гитлеру, и воспитывать детей в верности Гитлеру. И даже в брак они должны были вступать не в церкви, а в среде нацистов, в чем-то вроде современных ЗАГСов. Короче, все у них было жестко и конкретно. Среди таких девушек даже распространяли специальные журналы, которые служили, как обычно в таких случаях, рупором пропаганды и поддержали образ образцовой немецкой домохозяйки, жены и матери. Кроме этого, будущие жены нацистов должны были быть очень чистоплотными и постоянно ухаживать за собой, чтобы как можно дольше хранить свою природную красоту. Ежедневные ванны и различные, как бы сказали сейчас, спа-процедуры были для них просто обязательны. Самые известные жены нацистов А теперь я хочу коротко пройтись по самым известным нацистским женам, которые были замужем за элитой и верхушкой нацистской Германии и которые были так или иначе связаны с образом идеальной немецкой женщины, пускай сами и не проходили обучение в школе невест. Магда Геббельс Ее мужем был известный министр гитлерской пропаганды, который и является автором известнейшей фразы Чем ужасней ложь, тем больше шансов, что в нее поверят. Его жена Магда имела немецкие корни, но росла с приемным отцом евреем, который в 1939 году умер в немецких концлагерях. В свое время она удачно вышла замуж, еще более удачно развелась и в 1930-х годах познакомилась с Геббельсом. Они быстро влюбились друг в друга, в 1931-м сыграли свадьбу. А сам Гитлер был настолько очарован Магдой, что даже отводил ей роль будущего символа нации, образцовой жены и матери. Есть даже мнение, что Магду и Гитлера связывал роман. Правда, неизвестно, сколько в этой версии историчности, а сколько выдумки. В итоге их брак был несчастливым, а перед концом войны и капитуляции Германии Магда, которая уже успела за 14 лет родить Геббельсу аж шестерых детей, убила их всех. Выжил только сын от первого брака, только просто потому, что он был в этот момент в плену. Свой поступок она объяснила нежеланием, чтобы дети жили в мире без фюрера. Ну и чем неврозцовая невеста Третьего Рейха, всячески преданная фюреру и из-за этого больная на голову. Эмми Геринг Следующая женщина – жена Германа Геринга, правой руки Гитлера. Соперничала с Магдой Геббельс за звание образца немецкой женщины. Была актрисой на момент своего знакомства с Герингом. Когда они поженились, паре было по 42 года каждому, а первая ребенка Эмми родила в 45 лет. Статус одной из главных женщин Рейха позволял ей пренебрежительно высказываться даже о Еве Браун, любовнице Гитлера, что, впрочем, чуть не стоило ей ее высокого положения. Пока Эмми была замужем за Герингом, она купалась в роскоши. Но после поражения нацистов она и ее дочь жили сначала в нищете, потом просто самой обыкновенной жизнью. В качестве вдовы она не смогла добиться в жизни ничего. Герда Борман Ее мужем был Мартин Борман, личный секретарь Гитлера, один из самых его доверенных людей. Сама Герда росла среди идей ненависти к евреям и симпатии к фашистам, а потом и к нацистам. В 12 лет она познакомилась с Борманом, влюбилась в него и через некоторое время вышла за него замуж. Концепт «Невест Третьего Рейха» вписывается по тем причинам, что родила Борману аж целых 10 детей. А также хотела протолкнуть в правительство законопроект о многоженстве с той целью, чтобы один мужчина мог жениться сразу на нескольких женщинах и иметь от них как можно больше детей. В общем, идеальная жена Рейха. Она и ее муж считали, что только та, гибнущая в войне немецкая нация, пополнится и станет доминирующей в Европе. Незадолго до краха Третьего Рейха Герда Борман бежал в Италию и вскоре поступила в военный госпиталь, где у нее обнаружили рак матки. Весной 1946 года она умерла в возрасте 36 лет, получив отравление ртутью во время химиотерапии. Дети воспитывались в приемных семьях. Ну что, как тебе жизнь, жен СС и жен высших лидеров нацистов? Как по мне, такой и врагу не пожелаешь, если честно. Но это мое мнение. Если хочешь высказать свое, согласиться с чем-то, возразить, дополнить и так далее, милости прошу в комментарии. И еще, если ролик понравился, поставь ему, пожалуйста, лайк. Тебе не сложно, а для нас это огромная мотивация работать. А пока подписывайся и смотри выпуск о том, как жили наложницы султана. И увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч, пока, господа.